На людей оказывают давление начальство, мастера, и все сотрудники оказывают давление на людей, чтобы не выходили, грозят увольнение и тому подобное. И нас же с людьми свободными методами. Что вы скажете, гендиректор? Я говорю, что на сегодняшний день, сейчас на заводе существует несанкционированный митинг. Значит, секундочку. Секундочку, подождите. Давайте вещи называть своими именами. Пожалуйста. Значит, требования коллектива. Мы вчера встречался с коллективом, мы договорились, что сегодня в 15.30 проводим совещание с привлечением государственных лиц, которые смогут максимально ответить на поставленные вопросы. На сегодняшний день в 10.00 коллектив собрался снова, и те вопросы, которые были вчера заданы, они были переформатированы. Это не вопрос, это требования. А какие вопросы задавались? Повторите их. Секундочку. Значит, дайте я по поводствам разложу, все, а потом учитывать вопросы. Значит, поэтому я сказал, что... Да, мне не дали, мне не дали момент. Момент. Подождите, дайте сказать, пожалуйста, дайте ей сказать. Потом скажем. Значит, когда мы собрались в 10 часов, требования, которые были сформулированы вчера, и вчера ушли в государственные органы, поменялись. Я получил новые требования и пошел заниматься ими. Я говорил, что 2 часа мне будет мало. Но собрание сказало, что больше времени не дадим. Поэтому мы собрались в 13.00. Я еще раз обратился к коллективу, что в 15.30 у нас будет премьер-министр и ответит на все вопросы, исходя из своего занимаемого положения. Вот, собственно, все. Прессу пустите. Секундочку. Вы все пресса, наверное, знаете, что прессу на завод так просто не пускают. Есть определенный порядок допуска прессы на любое предприятие. Поэтому, пожалуйста, не задавайте, товарищ пресса, провокационные вопросы. Вы все знаете, как это происходит не только в Республике Беларусь, но и во всем мире. Пожалуйста. Мы с утра подавали заявку. Я сказал, что возьму этот вопрос, что мне надо сейчас пойти им заниматься. Если я буду здесь стоять, то я его не решу. Понимаете? Я еще раз говорю, что я пойду займусь решением вопроса по допуске прессы. Дайте мне время. Скажите, пожалуйста, к чему может привести остановка предприятия? Значит, на сегодняшний день Минский тракторный завод связан со своими производственными кооперационными связями с 350 предприятиями Республики Беларусь и больше 200 предприятиями за пределами нашей страны. Вот к чему это может привести. Насколько по вашей оценке серьезная ситуация? Ситуация серьезная. Если бы было не серьезно, люди бы не собрались. А вы считаете, требования, выдвинутые коллективом, они выполнимы? Понимаете, вопрос очень такой емкий. Я не хочу брать на себя то, что я не могу сказать. Вопрос не по моей должности. Я не хочу никого обманывать. Скажите, пожалуйста, будут ли применяться некие санкции к людям, которые выражали протест каким-либо образом, которые были задержаны? Людям я сказал вчера и сегодня. К людям холдинга Минский тракторный завод никаких санкций применяться не будет. Сколько человек было задержано во время протестов? Значит, смотрите. Я хочу сказать. Вот у меня, то, что у меня есть. Вот у меня есть последний список на 14.08, на 12.30. Значит, здесь так, 27 человек всего. Но, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Значит, еще раз. Запой у нас четыре человека. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, мы не установили. Никто не берет трубку ни дома, ни в отделе кадров не знают. Те люди, которые арестованы, здесь все остальные. Можно посчитать. Сейчас мои заместители занимаются их освобождением. У нас есть ли процесс остановлен или он продолжается? Производственный процесс, ну, мы находимся сегодня в конце первой смены. Если здесь в основном все люди, то производственный процесс остановлен. Но, как, опять же, как сказали мои сотрудники, то есть делегаты, которые сегодня здесь, никакое оборудование, никакие техпроцессы уничтожены не будут. Но здесь, это я говорю пока со словом. Мы завтра это увидим. Пока не знаем. Есть ли серьезно пострадавшие сотрудники завода? Пока не знаю. Мои замы сейчас занимаются их освобождением. По заборам находится, ну, за проходной за территорией тысячи человек. Больше. Более тысячи. Более тысячи. Не двадцать. Тридцать, как было озвучено. Один говорит, все молчат. Человек, люди после общения, вот повторного уже за сегодня, с директором предприятия, отказались расходиться по своим рабочим местам. То есть люди продолжают стоять и будем стоять, ждать, собственно, премьер-министр. Вот. Основные требования работников предприятия, их три у нас. То есть, безговорочное, это самое, освобождение всех абсолютно политзаключенных, включая тех, которые были задержаны. Основная масса, вот, по-моему, более шести тысяч человек в Беларуси уже задержаны за вот эти митинги, за четыре дня. Мирные митинги. Также предприятие выступает за отмену решения Центра избиркома относительно выборов, за новые перевыборы и, ну, за снятие действующего нелегитимного президента. Да, люди отказываются от этого президента. Придутся на процессе останавливать, например? Да. Частично. 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 Все будет решаться сегодня после разговора с премьер-министром. Если он не приедет? Да, я не буду говорить за всех, но лично я, от разговора сегодняшнего, если он закончится для нас отрицательно, лично я буду выходить на вопрос. Да, по всем. А что вы считаете отрицательным ответом? Если продолжится насилие, если власть останется это, если они не признают свое поражение на президентских выборах, если не признают, что подсчет голосов велся абсолютно нечестно, вот, это, ну, это знают все. И не отпустят всех политических причинных. Тогда что причинных? Народ просто выйдет. Просто выйдет. Сейчас пока что демонстрация митинга. Да успокойся, уж какие материнги. Остановим производство. На территории завода. Если не выполнят наши требования, мы выйдем за территорию завода. Это уже будет совсем подробно. По какому, ну, поводу, на каком основании людей с неустойчивой психикой, склонных к жестокости, к такой, просто, ну, взяли на службу в ОМОН, в милицию, в спецподразделения. Люди, которые должны нас защищать, убивают наших ребят. Я все четыре ночи, все четыре дня был там. Я был на этих баррикадах. Я не стесняюсь об этом сказать. Я вчера ночью выводил людей, людей вывозил, которых отпускали с окреста. Я вам скажу, я ни одного человека, ни одного человека не завелся домой. Абсолютно все поехали по больнице. Потому что люди истерзаны, люди изувещаны, люди поломаты. То есть переломы, это самое легкое, самое мелкое, самое легкое. Отбиты полностью все мягкие ткани. У одного парня вытек глаз. Просто вытек глаз. Да, я лично это вижу. Это как 75 лет прошло, и мы отпраздновали, все вместе провели парад. И мы видим на наших улицах, почему-то, этих остатки немецко-фашистских захватчиков. Они себя ведут даже хуже. Те были другой нацией. А это мы видим, если это наши, и это коллектив... Это не наши. Подождите. Если это наши, это еще страшнее. Переизбрать законно президента, освободить из политзаключенных и исключить насилие по нашей стране. То есть это наши требования, мирные требования. Честные выборы. Честные выборы. И наш президент... Мы выдвинули свои требования. Нам здесь говорят совсем другое на заводе. Нам внутренние вопросы решаются. В данный момент решаются не внутренние вопросы. В данный момент всех интересует политическая ситуация в стране. Поэтому тракторный завод объявил забастовку. Не из-за внутренних вопросов. Понимаете? Поэтому мы выходим. Продолжение следует...